Сотрудничество в сфере энергетики поможет конструктивному развитию отношений России и США. Такое мнение высказал министр энергетики Александр Новак по итогам переговоров в Вашингтоне. Вместе с американским коллегой Риком Перри и главой Минфины Соединенных Штатов Стивеном Нучиным они обсудили перспективы расширения взаимодействия, прежде всего, в продвижении газа на мировые рынки. У нас оказалось достаточно много интересных точек соприкосновения, в том числе и по развитию газовой отрасли. Мы условились продолжить контакты и взаимодействие в этой части, поскольку действительно энергетика может стать драйвером развития наших отношений. Стороны затронули такие чувствительные темы, как строительство Северного потока-2, а также влияние западных санкций на работу зарубежных компаний в России. И даже разобрали конкретные проекты, которые партнеры были вынуждены остановить из-за ограничений. Однако, есть ли какие-то совместные решения по этим вопросам, Новак не сообщил. На мой взгляд, на сегодняшний день санкции, которые были введены, они достаточно негативно влияют, в том числе и для американских компаний, которые не могут реализовывать проекты, достаточно прибыльные и эффективные в Российской Федерации. Мы считаем, что такие меры, скажем так, воздействия, они только наносят вред не только взаимоотношениям, но и экономикам стран. Действия ОПЕК-плюс коллеги не обсуждали, но тем не менее в рамках мировой газовой конференции в Вашингтоне Александр Новак сообщил журналистам, что Россия планирует увеличить добычу нефти. Производство может вырасти на 200 тысяч баррелей в сутки. Однако, эта цифра ориентировочная и после распределения квот между странами, она может быть скорректирована. Но без российского газа Европа не обойдется. Об этом в рамках той же мировой газовой конференции заявил глава Таталь Патрик Пуэне. Рынок растет и должен использовать все возможности. И американские СПГ, дробопроводное сырье из России. Растущий спрос внутри блока он объяснил падением собственной добычи. За 15 лет она опустилась на миллиард кубометров в год. И больше всего эта тенденция проявляется в Норвегии, Нидерландах и Великобритании. Американские автопроизводители бьют тревогу в случае, если белые...